для всей страны мне кажется вы человек совершенно особенный это мало это еще до этого говорили я думаю если кто-то вам это скажет такой обманщик вам удалось сохранить в себе маленького ребенка клоун не имеет права терять ребенка в этом и весь смысл и вся сила вот вы можете на сегодняшний день сказать что я никогда не приступил за всю свою жизнь вот этой норм морали ты мне мешаешь такой умный такой грамотный у тебя мозг разве ты читаешь грамотность но без совести можно прожить представляете какое бы обсуждение было за мисочку супа неси добро по всему свету а сколько счастливых историй вы говорили около 400 сегодня нет все пропало а вы верите в то что один человек способен изменить мир не завидуйте не ревнуйте не злитесь не оскорбляйте не обижайтесь радуйтесь всем здравствуйте эта программа крупным планом меня зовут инесса баланкова имя нашего сегодняшнего гостя известно на всех континентах когда-то его выступление назвали русским чудом это единственный клоун у которого есть именная марка оскар и хрустальный замок для нескольких сотен кошек рядом со мной на родной артист россии также художественный руководитель театра кошек юрий куклачев юрий дмитриевич здравствуйте и большое спасибо вам за эту встречу для всей страны мне кажется вы человек совершенно особенный мало того чтобы вам удалось создать совершенно уникальный цирковой жанр так вам еще также удалось внести такой вклад в создание позитивного образа большой страны вот мой первый вопрос такой как несмотря на все испытания вам удалось сохранить в себе маленького ребенка такое важное качество для клоуна дело в том что надо в жизни найти все-таки свое какое-то устремление мне повезло я в семь лет определился начал искать а 8 и же определился и профессию которой я определил она требовала каких-то определенных мы таких психофизических установок и для этого надо было себя готовить к этому я начал сразу с первых секунд себя готовить клоун не может быть это сказать именно не имеет права терять ребенка потому что вот в этом и весь смысл и вся сила смотрите чарли вот такой или карандаш эти вот я беру таких гениальных клоунов но ингибаров это уже не ребенок это уже современный человек вот ингибаров велик чем он современный понимаете вот и поэтому он всех обоял все вы его влюблены были вот он именно в то время новое время понимаете когда вот это появилось поэтому клоун не имеет права терять этого ощущения а для этого надо было работать над собой и поэтому я старался маленькие упражнения где-то что-то увидел услышал записал какое-то что-то и создавал у меня появилась такая тетрадь толстая где записывал вот как работать над собой и когда с кошками начал то тоже записывал как я с ними вот каждый через день через два я описывал какие проблемы почему это произошло потом как я вышел из этой ситуации там такие нюансы которые никто никогда не скажет к психоанализ и и это потом такие слова как психоанализ там все это это безо всякого так сказать научного подхода просто по ощущению и я чувствовал искал первое что начал надо было менять себя спыльчивый кошка это не принимает она сразу громко говоришь а на ушки прижимать напрягается значит разозлиться вообще не имеешь права она сразу под кровать и все и контакта нет а уже ударить это вообще отсутствует ни в коем случае если ударил значит связь прекратилась навсегда ты у ней враг она тебе начнет мстить она начнет выживать тебе из квартиры начнет там по маленькому по большому везде где-то что-то понимаете поэтому здесь надо было себя перестроить и вот такая была работа вот я все это записал и как-то прошло уже время все мы переезжали из квартиры на квартиру я уже забыл про эти тетради и они лежали в коробке и вот переезжаем и жена говорит ну чё здесь хлам лежит желтые тетради уже пожелтели с моей 30-40 лет прошло давай выбросим я ему давай взял их к мусорнику подошел мы дай посмотрю что-то тетрадочка вот это я помню что-то в ней писал хорошая читаю мама я вторую а там оказывается научный труд это то что павлов со своими собачками там бедных мучил их и описывал каждый день а здесь я через любовь у меня кошку нельзя было так сказать никакой агрессии через любовь я искал пути и как вот и становление целое это научный труд оказался как развивать в себе язык чувств вот я написал все это вот там можно прочитать я даю это назвал духовной кулинарии почему духовная то что мы две жизни проживаем одну физическую кушаем идием действуем а вторую внутри при том физическую пищу кулинарию вам может приготовить любой повар а вот духовную пищу вы можете приготовить только себе сами вы можете потому что вам дано право выбора вот два пути вот по какому пути бы пойти и все это здесь находится внутри ведь смотрите как только человек только первые секунды как появился вот первое папа выпустил на свободу 22 миллиона оказывается и все хотели жить и так 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 и вдруг нам с вами повезло мы счастливчики мы избранные вот те кто сегодня ходят по планете смотрят мы видим солнце радуемся дышим улыбаемся развиваемся покупаем что-то едим мы избранные потому что ты начал продолжать путешествие дальше и что появляется появляется мой сердечко в первый день начинает биться эти ученые уже смотрят и наблюдают этот весь процесс представляете и в этом вот этот первый к живой организм орган в него вставлен самый главный элемент самый главный навигатор барометр как по этой жизни идти вот этот путеводитель как жить наша совесть она вот если ты по ней живешь она чем неприятно на скребет царапает кусает все а если тебя гордость и ты не можешь так сказать просто не так что мы все ошибаемся что-то не так сделали и вот совесть начинает сразу раз надо уметь слушать ее вот она создает первое что она делает дискомфорт несколько что-то как-то не по себе что такое не пойму в чем дело кажется сказал что-то а потом дискомфорт ты дальше она тебе еще сильнее можно конечно от нее избавиться психологически взлетки ты мне мешаешь тогда получается ты выбираешь второй путь не так как тебе всевышний дал барометр а жить без совести представляете и вот это право выбора тебе по совести и без совести это у каждому дано мне очень нравилось высказывание великого актера щепкина без совести можно прожить но имей ввиду в конце твоей жизни она обязательно подойдет тебе возьмет за горло и спросит ну как ты без меня жил и ты в эту секунду поймешь все что-то хватал грабил обманывал хитрил лицемерил понимаете и издевался придумывал говорил одно думал другое до действовал 3 такой умный такой грамотный у тебя мозг разве ты читаешь грамотность но без этого инструмента навигатора который свыше дан нам ты очень много наломал дров это то же самое как вот светофор заповеди это как светофор а это не закон это светофор это они дают направление они регулируют заповеди а во всем во вселенной есть закон духовный закон закон нравственности а вам всегда удавалось жить по совести вот вы можете на сегодняшний день сказать что я никогда не приступил за всю свою жизнь вот этой норм морали я думаю если кто-то вам это скажет это толкой лыжец такой обманщик нет таких мне кажется людей которые вот почему потому что все-таки начиная с детства какие-то мы же не допонимали какие-то вещи нюансы поэтому вы не забудьте такую я родился же после войны где бабушки дедушки у нас было очень много икон в хате церковь можно сказать разрушили а иконы разрешили разнести по каждой по хатам и у нас стояла икона божией матери вы понимаете и они приходили каждую субботу воскресенье молились все а нам говорили дети выйдите они понимали что нас смогли наказать морально наказать нравственно даже крестик если бы я вступал в комсомол и перед увидели бы крестик представляете какое бы обсуждение было какое унижение оскорбление поэтому крестик прятался в руках в шкафчике лежал водить нельзя было не дай бог кто увидит этот крестик а у меня как то это вошло такое со мной как-то понятие есть бог нет бог этого даже не было понятия такого я живу вот он во мне а я в нем понимаете вот эта жизнь потому что сама жизнь явления это какое-то необычное явление живем то несколько секунд я смотрю иногда вот на этих которые хватают все себе заборы делают мажору все они не понимают несколько секунд ты проживаешь и вот подойдет совесть и скажет ну как ты прожил сегодня квантовая наука доказала что тот дух который человек развивает своей жизни он может существовать отдельно от физического тела знаете аристотеля уже сколько лет нет а мысли идеи дух его мы читаем вдохновляемся мы прислушиваемся к нему представляю а две тысячи лет назад отец послал своего сына это вообще это им это художественной литературе ни один художник еще не создал такой образ это придумать очень тяжело вот такой образ чтоб который сказал возлюби ближнего как самого себя это мало это еще до этого говорили а еще врага возлюби своего как-то врага он мне столько наговорил гадостью у меня там творит долл как я его должен возлюбить что такое возлюбить это значит уважать это значит ценить это представляете это насколько нужно себе внутренне перестроить чтобы они его гвоздями прибывают а он говорит прости им господи ему же больно что творит он же человеческом теле ему больно он также кушал ел все так же как мы спал ему на прибивают гвоздями понимаете и это это такая такое произведение вот я вспоминаю достоевский сказал вот если мне даже сто процентов дадут подтверждение что иисуса не было это выдумка я все равно буду верить в него все равно потому что выше и чище что было сказано и та справедливость которая перед нами встала не как вспышка пока еще в природе никто не придумал ни один великий писатель любого писателя возьмите американцев не было такого в истории человечества потому что это была не история не выдумка а это была настоящая жизнь но к вам ведь это не сразу пришло вы рассказывали о том что для вас настоящим откровением стала маленькая книжечка евангелия подложенная на гастрюлях буквально под дверь вот только тогда пришло это дело в том что со мной никто не вел беседы не было наставника который меня бы вел мог я просто через ощущение видел бабушки молятся лампадка встану горит ночью стану мне хорошо я заходил в церковь вот хорошо мне как-то уютно поэтому у меня это все проходило медленно постепенно через ощущение чувства вот если только за счет разума можешь прочитать все книги библии кораны тору все прочитать но не ощутить ничего не через ощущение не пропустить через чувство а только через свой великий разум то может появиться очень сильный атеист человек который это все не признавать потому что там так сказано непонятно что-то при том без доказательства это было там сколько тысяч лет назад там две тысячи лет назад как это что это мне всегда это тяжело трудно говорить я на ощущение вот поэтому я чувствую и сам иногда делаю вещи вот как подсказывать сердце то я книгу даже написал детей учу слушать свое сердечко потому что чужой сердце может быть злое она может быть бессердечны она может быть равнодушная но очень умная ум не сердце умное а посылать ум туда поймете вот а ты когда свое сердечко слушаешь и потому что не поймешь чужой человек то ли он от сердца говорит то ли от ума а ум такой изворотливый такой вот он может придумать на фантазировать и разобраться очень сложно а сердце всегда глаголит именно твое сердце тебе не могу не задать вам этот вопрос для вас образ творца какой какие отношения с богом вы проживаете на протяжении своей жизни он для вас кто лучший друг судья отец заботливый вы понимаете это такой вопрос слова вот религия посмотреть почему-то мусульманская там даже в христианстве разные концессии в православии дело в том что образ взгляд у каждого свой католики протестанты каждый свой поэтому все это разъединились мне кажется что не надо и сильно задумываться вот какой он кто он что он брат отец это все это все ты воздух и солнце и вода и радость и всплески горе и печаль это все это я покаялся очень сильно в иерусалиме когда мы получили первый раз священный огонь что такое покаяться это осознать и никогда не повторить то очень сложно осознать и вот а тебе все время на тебя такой что-то вот ну ладно давай нет один раз я попытался что так такое получил наказание мощная машина в дребезги а я даже не царапинки как бы господь ну как посылок тебе дорогой вернись назад не забывай свой внутренний знаете а главное вовремя опомниться а мой отец всегда вот мы придем в церковь и он начинает молиться молиться просить прощения за что ты будешь быть сынок я был на войне я убивал людей да и защищал родину но я убивал я видел глаза этих людей это будет понимаешь я не могу это забыть это ужас когда вот сталкивать людей вот кто кого убьет застрелит приставить но если я его не застрелил поймаю мать придет за убьет я должен застрелить понимаешь я это делал но я сейчас понимаю какой-то ужас такой вот я это он страдал поэтому понимаешь я это так проникся к нему убить человека то страшно и ужас и отец переживал понимаешь вот это вот очень очень сильно переживал и просил все время чтобы мы это простили не единожды замечаю то что вот поколение прошедшие через такие тяжелые времена до через такие сплошные лишения рождает людей которые способны без конца отдавать во многих ваших интервью я замечаю только одно смысл всей жизни у вас отдавать весь смысл в том что вообще мы все пришли этот мир отдавать и чем больше отдаем тем больше получаем а это от родителей к вам пришло вот это отношение к человеку бережное отношение к душе не близко человек или это вот с годами это пришло знаете как вот там тетя была здесь встретился где-то вот я сменим встречался я не знал что это мень то что я крестил у него своего димочку 70 78 что ли год знаете я был парторгом вдруг крестить мне тетя будет поехали он никого не запишет раньше как в церкове записывали в книгу и там тоже тебя могли вызвать из партии исключить и мы посели в машину поехали в пушкина оставили машину на трассе полем прошли в церковь к нему вот и мы с ним так хорошо поговорили он так вот он умел как-то убеждать но я так по характеру человек который не трудно превратить в стадо вот когда 90-е годы встали все паркбилеты сжечь все модно пошло я его положил аккуратненько лежи да я не буду сжигать я внутри остался тот ведь советской союзе очень многое взяли из библии слова честь совесть сегодня нет все пропало не чести не совести вообще ничего родина сегодня родина посмотрите как было был советский союз а теперь и родина распилили то что для меня советский союз это я жил тоже я лауреат премии ленинска комсомол я энтузиаст мы садились на бам ехали представить казахстан там все за мисочку супа это был энтузиазм сейчас этого нет понимаете сейчас другое слово там других как бы волонтеры это два разных слова энтузиазм и волонтеры понимаете поэтому мы в другом воспитаны но зато я придумал вот я считаю что мое достижение это не только то что я с кошками начал выступать не то что я в цирке там хороший аттракцион создал не то что я театр создал хорошо а то что я вот нашел вот открыл программу школа доброты это вообще все объединяет потому что как в мне когда дали золотую корону клоунов это был 76 год мне дали звание посол доброй воли представляете они как определили я понял там сказано загуманное отношение животным и пропаганду этого гуманизма посол доброй воли иди неси добро по всему свету и это мне сразу вот вы видите вот так по мелочам все это сложило мне определю вот мое направление вот она цель который я буду нести ведь не просто так я бы в жизни написал бы эти книги они когда писателем не был но когда в девяностом году из образовательного процесса убрали слово воспитание и когда кто-то умный хитрый учители сделали самым нищим они получали как уборщицы профессию учителей уборщицы сравнили по зарплате это такой удар такое унижение такое оскорбление вообще нации учитель это великая профессия это выдающиеся вообще явление потому что учителю доверяют все все и любой и вас бандиты преступник и честные хорошие добрый любой богатый бедный все доверяют учителю своего ребенка и вот она сидит в классе если эта учительница наполнена духовной чистотой если у нее есть такая теплота душевная она может это передать своим детям скажите дети которым вы приезжаете особенно если мы говорим о колониях несовершеннолетних они к вам относятся как к учителю вы знаете это опять попало случайно в казани есть такая спецшкола это как бы колония для тех когда с 10 лет до 14 то же колонию с 14 там до 18 а этих уж ну тоже стена все но без собак нет проволоки колючий как бы такой как пионерский лагерь но их это сказать забрали из общественной жизни они там живут и там был уникальный вот директор такой голямов его сейчас называют имени голямова это и вот он меня увидел где-то мое выступление гучу давай у нас в моей спецшколе это колонию где для детских совсем маленьких проведи уроки доброты а там прекрасный психолог было и он как-то и мы вместе начали работать с детьми я увлекся интересно я вижу что дети реагируют им хочется я их ничему не учу я просто сажусь и рассказываю о своей жизни рассказываю как я смотрю на жизнь как смотрю на эту позицию как на то понимаете все и они проникаются ко мне я чувствую что я им нужен они меня спрашивают они письма пишут я им отвечаю иногда по 100 письма ответу приходится писать понимаете было самое трогательное письмо какая самая трогать самой трогательной это было конечно вот это меня очень сильно я приезжаю в колонию вдруг мальчик сидит вот новенький поступил а у него на голове язвы язвы и еще не лишай быть не юрий это мама окурки тушила ребеночек маленький окурки пила но она умерла с перепела умерла этот мальчик начал писать стихи на этой маме мамочка родная прости меня ждут я плохо тебе думал ты ушла мне так тяжело без тебя это вообще не мать такие вещи тонкие детские детское сердце она настолько проникнута добротой настолько нежностью матери к матери она он ей все тебя прощают все только живи понимаете а у нее также сложилось это и обманулись хитрили это ребенок непонятно от кого вы не ненавистью выпить она его заставляла воровать он поверил воровал приносил я его посадили понимаете такие вещи а сколько счастливых историй вы говорили около 400 нет 300 чем-то с лишним 360 37 человек освободили задолго за 8 лет понимаете заранее но мы-то конечно понятно кто-то украл миллионы сидит под домашним арестом а потом вам амнистия это за там 10 20 тысяч могут пять лет дать понимать или он стоял рядом там бандиты были все тем дали по 10 лет а этому 5 за компанию уже все осознал зачем связался с этими людьми и за и когда в жизни но он не может ничего сделать его осудили пять лет сидит и начальник колонии понимает психолог что его можно уже освободить и вот это мы так провели как через художную самодеятельность все а вы верите в то что один человек способен изменить мир ну а как же господь чей пример вас да вам ближе тогда не ну пожалуйста первый авраам один человек он же еврейской семье был его жизнь сгнал отец его семья изгнала изгнала и вот он он изменил взгляд мир а иисус вообще изменил все представляете как вообще вы возлюби врага своего это же вообще и как как сложно все придумать конституции там все вот эта позиция не для выгодных для начальства для руководства как выгодно украсть там что-то схитрить а здесь же основные направления как жить правильно и как прийти не к смерти смерти нет продолжается жизнь человеческая но не в том физическом как он мы сейчас мы же недавно были с вами вы жили совершенно вдруг вот это другое измерение и здесь мы опять переходим другое измерение но уже духовный дух каждого гостя мы невольно заставляем задуматься о такой очень важной вещи за что больше всего в жизни вы благодарны богу вот за то что я могу видеть солнце за то что я могу чувствовать дышать любить ощущать заниматься своей работой любимый за то что вот я могу отдавать вот столько есть от все это очень важно вот все нужно отдать вот я иногда стою с утром вы нужно все что то я еще теряю время паспорт ну-ка быстрее даже иногда хочется встать 6 утра и начать я сейчас пишу много понимать отдать отдать быстро отдать с собой ничего не унесешь за то что я пришел к этому не сразу у меня для тоже хитрил там все было сложно в жизни все было а вот и все-таки я пришел к этому что надо только так направляться и призываю всех кто рядом окружении ребята давайте вот так юрий дмитриевич спасибо вам большое за это время спасибо вам за доброту за добро которое из поколения в поколение я думаю что перейдет спасибо за ваше дело дело доброта заложено в каждом человеке от рождения просто научить быть добрым невозможно она но научиться каждый человек может лишь бы появилось желание то что он выберет путь по совести он научится если он выберет другой путь он никогда не научится поэтому радуйтесь не завидуйте не ревнуйте не злитесь не оскорбляйте не обижайтесь радуйтесь понимаете это очень я вам желаю радоваться спасибо спасибо всех благ вам и вашей семье